В Копийске отметили праздник 1 мая. В день весны и труда жители города встретили массово на площади красных партизан. Пришли на праздник посмотреть, посмотреть, праздник отметить. Вот с внучкой пришли мы. Посмотреть эстафету очень. День хороший, настроение хорошее. Мы будем праздновать. Но прошлый год было интереснее. Нынче, наверное, все на химике там сделали, поэтому здесь. Как настроение сегодня праздника? Хорошее. Еще солнечный день такой. Почему же не приди сегодня на эстафету и просто на праздник? У меня дети, потому что в садик ходят. Мы болеем, приходим за наш садик, с которым ходим. Праздничное настроение, конечно. Первый день весны. Молодость вспомнит свою, что мы хорошего видели. А что сейчас вот дети видят. Сравнение какое, да? Сравнение ужасно разное. Так что вот вспомнить, вспомнить надо все. Мы выросли с этим праздником. Мы помним это все в прекрасное время. Демонстрации, праздники. Пришли, как все люди, копейчане, поздравить город Копейск с праздником. Всем здоровья, счастья. День 1 мая. Мы знаем, как прежде всего, политический праздник. Более 100 лет. Это был день, начинался с маевок, потом день международной солидарности трудящихся. На сегодня он, наверное, утратил свою яркую политическую окраску, но остался именно днем весеннего пробуждения, днем уважения к родным и близким. То есть 1 мая – это ощущение чего-то лучшего в жизни. И вот то, что люди сегодня собрались на площадь с детьми, с внуками, украшенные шариками – это, конечно, именно отношение к нашему хорошему прошлому, допустим, и веры в будущее. В этот день, 1 мая, на улице стояла теплая солнечная погода, благоприятная для проведения целого ряда мероприятий. Сначала для копейчан прошел митинг-концерт на небольшом помосте, и уже по традиции продолжением первомайского праздника стала легкотлетическая эстафета и велогонка. Я считаю, что эстафета прошла удачно. Мы планировали 70, не менее 70 команд. Это получилось. Хотелось бы больше активности, конечно, у учебных заведений. Я полагаю, так итоги будут подведены. Всем мы скажем свои пожелания. И на следующий год, я думаю, что будет как-то поинтереснее. Потому что хотелось бы, чтобы в год юбилея города, а он у нас не за горами, чтобы вот, если нам 110 лет, чтобы не менее 110 команд было на эстафете. Телеверсию спортивного мероприятия наш телеканал показывал со 2 мая. За несколько дней ее успели посмотреть многие копейчане. В самих съемках были задействованы пять телекамер в высокой четкости.